Рейс Рим-Нур-Султан, которым летел папа римский Франциск, длился около 7 часов. На борту самолета он традиционно поприветствовал пул журналистов, сопровождающих его в этом визите. Папа поблагодарил их за присутствие и пожелал удачи в работе. Всего в пуле аккредитовано 78 журналистов, представляющих различные мировые редакции. Среди них и наш собственный корреспондент в Бельгии Жанат Эрнст. Чем запомнился полет и каковы впечатления наших иностранных коллег? Обо всем в следующем материале. Лететь на одном самолете, одним бортом с фигурой такой величины, как папа римский Франциск, конечно же, было волнительно и одновременно волшебно. Волшебно почему? Объясню, потому что вопреки ожиданиям того, что нас предупреждали заранее, что папский протокол не разрешит нам даже передвигаться по салону самолета, чувствовали мы себя очень комфортно, в том числе и потому, что мы могли и снимать хотя бы на мобильные телефоны происходящее, а рассказать нам будет о чем. Прежде всего, журналисты, конечно же, ждали появления папы. Он пришел в наш журналистский салон, опираясь на тросточку без коляски. То есть чувствовал себя весь полет, он очень хорошо. Что было видно и по прибытию, и во время встречи с президентом, Косужем Артом Тукаевым, и в центральном концертном зале, с какой речью выступил папа, было видно, что он очень доволен. И сейчас, уже буквально по прибытию в отель, мы поинтересовались у наших коллег об их первых впечатлениях от увиденного на казахстанской земле. У вас очень современная страна. Мы видели, как сегодня был счастлив папа Франциск, как был рад президент Тукаев, услышав речь папы Римского в ЦКЗ. Это очень интересная поездка. Папа Франциск пожелал сегодня в своей речи вернуться к периоду Хельсинской конференции. И она была очень важной после окончания Второй мировой войны. Он пожелал нам возродить строительство такого общества без милитаристских линий. Мы должны снова начать строить общество отдельно от военных альянсов и колонизации, экономической или культурной. Мы должны снова начать с самого начала. Но если вернуться к подробностям папского рейса, которые ожидали нас вместе с приятными сюрпризами на борту сегодня, то хочу отметить очень добрую традицию папы Римского Франциска приветствовать, выходя в журналистский салон, каждого аккредитованного на этот рейс представителя различных мировых СМИ. 78 человек летели сегодня вместе с нами из Рима в Нур-Султан. Они представляли около 40 различных мировых изданий, телеканалов и веб-сайтов. Папа смог выслушать каждого, это буквально несколько слов о себе, и поприветствовал всех нас, пожелав здоровья, мира, процветания. И отметил, что итоговое интервью о его впечатлениях от поездки и вот такого государственного уровня визита в Казахстан он сможет поделиться с нами на обратном пути уже в полете из Нур-Султана в Рим. Жанна Тернежа, Март Ахметов, Хабар, 24, Нур-Султан.